Владимир Ильич Ленин как психофизиологический тип. Автор А. Б. Залкинд. 1927 год. Владимир Ильич Ленин является для всех нас образцом коммунистической системы поведения. И поэтому попытка анализа его психофизиологической индивидуальности может быть нам подспорьем при поисках правильных жизненных путей, то есть и путей для психотерапии. Конечно, наши соображения будут лишь начальной робкой пробой подхода к этой колоссальной проблеме. С самых ранних детских лет до смерти товарищ Ленин психофизиологически проходит перед нами как индивидуальность, насыщенная колоссальной энергией. Товарищ Ленин, он от рождения обладает могучим энергетическим фондом, снабжающим его такими возможностями напряжения и возбуждения, такими возможностями устремления вперед, таким неиссякаемым боевым резервуаром, какими в истории человечества, конечно, обладали очень немногие. Этот колоссальный энергетический фонд и является почвой для обостренной восприимчивости, неиссякаемой действенности, напряженнейшей целеустремленности, всего того богатейшего содержания ленинского темперамента, неумолимой воли, которые мы видим на всех страницах его яркой биографии. Содержание этого огромного энергетического резервуара нет в то же время стимулов для того стихийного болезненного возбуждения, которым часто обладают богатые, но психопатические натуры. В энергетическом богатстве товарища Ленина содержится и в корнях, и в проявлениях его исчерпывающее здоровое начало. Оно и только оно. Однако богатый энергетический фонд сам по себе не представляет еще собою обязательного творческого начала. Если этот богатый материал не будет экономно организован, если он распылится по частям, если он не сконденсирован, не сжат для концентрированного использования, ударная сила его теряется, в основном превращаясь в мелко взрывчатое, раздробляющееся по частичным заданиям содержание. В лучшем случае без конденсации энергетический фонд мог бы выразиться в крупных, но беспорядоченных, непоследовательных и поэтому непродуктивных взрывах. Только лишь при условии максимальной его конденсации сжатие, возможно, было бы действительное, творчески организованное его использование. Личность товарища Ленина как раз и характеризуется наилучшей конденсацией этого колоссального энергетического фонда. Но этого мало. Как бы велико ни было энергетическое богатство, как бы велика ни была сумма возбуждения и напряжения, присущего той или иной индивидуальности, как бы сильно ни были сжаты, сконденсированы в подготовке к боевому удару все эти энергетические силы, они могут и не дать творческих результатов, если нет под ними для их выявления соответствующей устойчиво организованной базы. Во всем этом конденсированном богатстве требуется еще и яркая, глубокая, устойчивая, целеустремленность, установка психофизиологического аппарата на определенную цель, являющуюся основным возбудителем всех проявлений такой индивидуальности. Этой целеустремленностью, глубочайшим образом развитым рефлексом цели товарищ Ленин и отличается в огромнейшей степени. Он был со своим врожденным колоссальным энергетическим богатством, несомненно, одним из счастливейших людей на протяжении истории человечества. Не живи он в условиях отвратительнейшей, бессмысленной, наглой царистско-русской современности, вне всякого сомнения целевая установка этого энергетического богатства была бы несколько иной, менее напряженной, менее устойчивой. Не будь вокруг него раскаленной атмосферой революционной борьбы, не будь он окружен невиданно сложной революционной обстановкой, не окажись в его биографии личного момента колоссальной важности, смертной казни родного брата, покушавшегося на царя, несомненно, в этой целеустремленности были бы некоторые изъяны. Но если индивидуальности, подобные товарищу Ленину, необходимы до зареза революционной эпохи, то не в меньшей степени революционная эпоха нужна подобным личностям, делая их счастливыми избранниками, используемая целиком их богатство в интересах новой общественности. Российская и международная революционная современность всеми обстоятельствами, развертывавшимися на протяжении роста личности товарища Ленина, сжимала эту конденсированную, колоссальнейшую энергию в определенную линию, в определенное русло, подчиняя все ее выявления одной исчерпывающей цели, подчиняя этой цели, этой целеустремленности всю жизнь нашего вождя. И успехи революции, и поражения революции, и боевые успехи товарища Ленина лично, и исцелка его, все это оказывалось добавочным, углубляющим питанием для укрепления все той же революционной целеустремленности. Необходимо, однако, помнить, что как бы ни был велик энергетический фон человека, как бы он идеально не был конденсирован, как бы устойчиво не развернулась целевая установка подобной индивидуальности, всего этого недостаточно для того, чтобы сформировать колоссального политического вождя. Именно политического вождя, то есть организатора политического действия, организатора грандиозного движения колоссальных народных масс. Мы слишком часто встречаем богатейшие целеустремления, энергетически перенасыщенные натуры, которые, однако, не выявляют колоссальное свое целевое направление в действиях, вовне, исчерпывая все свое внутреннее возбуждение интеллектуальным процессом. Творцы крупнейших философских систем, работой творческой фантазии, большие художники и так далее. Но для выражения этого внутреннего напряжения именно в действиях требуется огромная динамическая способность, способность, при которой данная личность не мирилась бы с невыявленным своего напряжения вовне, и голодно, жадно требовала бы этого непременно выявления во внешних действиях. Подобный динамизм присущ товарищу Ленину в чрезвычайной степени. Знаем же мы из мелочей и крупных моментов его биографии, что даже его стратегические выжидания, даже отступления, остановки, боевые паузы были ничем иным, как видоизменением, углублением, маскировкой все того же неиссякаемого действия, направленного вовне. Теоретизации самодавляющей фантастики, представляющей собой пассивную самозакупорку личности в биографии товарища Ленина мы не видим, не знаем. Он весь с начала до конца максимально действенней, гипердинамичен. Перечисленные черты не обязывают еще беспощадной, объективной, научной точности. Колоссальная энергия, чрезвычайно конденсированная, направленная по путям определенной цели и даже резко действенно выявляющаяся вовне, может быть в то же время брошена на отрыв от реальности, на перерез В истории человечества мы знаем большое количество примеров подобного направления на цель ничего общего, не имеющую с реальностью, с конкретной жизненной действительностью. Крупнейшие религиозные реформаторы, часто просто патологические личности, обладающие большим взрывчатым богатством, направленным по линии бредовой цели, являются достаточно яркими примерами подобного внереалистического или антиреалистического творчества. Сила психофизиологического аппарата товарища Ленина заключалась именно в том, что он был одарен от природы необычайной восприимчивостью реалистического порядка, необычайной чуткостью в отношении к конкретным явлениям окружающей среды. Острое восприятие реальности, чуткое улавливание мельчайших конкретных деталей, того, что складывалось обычно во внимании подавляющего большинства его округающих, изумительная точность его расчетов, все это говорит не только об устойчивой целевой установке, но и указывает на реалистическую, максимально реалистическую целевую установку, что особенно важно для наиболее реалистического в истории класса его вождя. Подобные максимально реалистические свойства понятно требовали, с одной стороны, врожденного обострения у товарища Ленина, воспринимающих его аппарата, его органов чувств, с другой стороны, этому реалистическому содержанию восприятия максимально содействовали чрезвычайно благоприятствующие подобному процессу условия современной ему общественности. Товарищ Ленин, этот идеальный аккумулятор революционной энергии не мог не быть реалистом в условиях царской России и в дальнейшем в условиях мировой империалистической бойни и социалистической революции. Однако и всего перечисленного оказывается недостаточно для того, чтобы все эти первичные элементы богатейшего психофизиологического аппарата были использованы действительно продуктивно. Необходимо было их планомерно, последовательно урегулировать, упорядочить, организовать подобное, особо развитая способность к самоурегулированию, к самоорганизации в известной степени является врожденным свойством. Однако биографические моменты, условия среды, семья, школа, самовоспитание могут и должны этому или сильно препятствовать или мощно содействовать. В отношении к товарищу Ленину врожденные и приобретенные моменты самоорганизации были выявлены особенно благоприятно и эту мощную самоорганизацию мы имеем перед собой. во всей как научной, так и практически политической деятельности товарища Ленина. Чрезвычайно сильно развитое чувство делового ритма, умение вовремя уловить нужное, отмести лишнее, способность к острому и планомерному учету всех полезных элементов прошлого опыта, жесточайшая требовательность к себе и другим, готовность всегда наиболее экономно, наиболее продуктивно реагировать на те обязательства, какие предъявляла к его работе среда. Все эти моменты максимальной невиданной организованности товарища Ленина явились цементом, скрепой для описанных в их творческих его черт, без чего последние могли бы выявиться в истории рабочей революции далеко не так продуктивно, как это, к счастью, имело место. Вместе с тем, товарищ Ленин отличается необычайными интеллектуальными способностями. Мозговой аппарат его обладал огромной гибкостью, чрезвычайной подвижностью во всех наиболее творчески нужных своих элементах. Достаточно было одного раздражения извне, одного сознательного посыла для того, чтобы вызвать подсознательном аппарате товарища Ленина целый вихрь необходимых ассоциаций, переработок, новых усвоений, учета старых элементов и так далее. И так далее. Это способность к максимально синтетической обработке впечатлений при минимальной затрате сознательного нарочитого волевого усилия является благодарным, счастливейшим свойством гениальных натур, при котором интеллектуальное творчество, требующее обычно огромного волевого напряжения, совершается с необычайной легкостью, продуктивностью и быстротой. Самовоспитание чрезвычайно многое добавляет к этой врожденной способности. Вполне очевидно, что все описанные выше элементы индивидуальности товарища Ленина в прочном их сочетании являлись неисчерпаемым и совершенно незаменимым материалом для его гениальных интуитивных синтетических сводок. Натуры менее конденсированные, менее реалистические, менее организованные, не могли бы никогда создать подобного синтеза, независимо от богатства своего интеллектуального творчества. Отсюда нам делается понятным, почему на удивление близких своих товарищ Ленин был в силах одолевать по 120 и больше страниц серьезной книги меньше, чем в час? Почему одновременно он мог заниматься двумя-тремя делами, требующими большого напряжения? Почему он, выслушивая собеседника, улавливал его материали такие элементы, о которых сам рассказывающий даже в минимальной степени и помыслить не мог? Этим же свойством объясняется столь характеризующая товарища Ленина манера связывать все свои впечатления с общим и целым, непрерывно охватывать всю жизнь в общем и целом может лишь максимально синтезирующий ум. Историческое значение товарища Ленина, несмотря на наличность в его индивидуальности всех описанных черт, было бы все-таки недостаточно расшифровано, если бы мы при этом не указали еще на наличность в его существе огромного развития так называемого исследовательского рефлекса. Быть реалистом, обладать огромными синтетическими способностями, это еще не значит творить новое. Знаем же мы синтезирующих реалистов, постоянно компилирующих, связывающих воедино лишь опыт прошлого, не добавляя к этому опыту ничего своего нового, творческого, исследовательского. Для того, чтобы прокладывать новые пути, новые пути, для того, чтобы научно-теоретически и практически пионеризировать, необходимо еще врожденное развитие особо острых возможностей вщупывания, внедрения в незаметные для других элементы. Голодное тяготение, ненасытное, жадное, стремление к новому, исследовательский рефлекс или инстинкт, недаром, по мнению крупнейших физиологов, можно сопоставить с инстинктом голода. Стремление к новому, к оригинальному, прокладыванию путей по непроторенным местам. Это специфическое свойство, для которого нужно иметь соответствующие как врожденные, так и воспитанные аппараты. Товарищ Ленин необычной остротой своего научного исследовательского анализа, почти пророческой своей прозорливостью, подтверждает наличность в нем этого исследовательского рефлекса, в глубочайшей степени его выраженности. Мы, понятно, в истории человечества знаем целую серию огромных личностей, обладающих большим творческим богатством, сочетанием всех или почти всех указанных выше черт. Но историческая непревзойденность товарища Ленина заключается в том, что он комбинировал в себе эти черты с совершенно невиданным еще в истории сочетания, так как современность, создавшая его современность, которую он обслуживал сама по себе такова, что не знает себе прецедентов в прошлом человечества. Это подтверждается еще наличностью в товарища Ленине черты, которую мы назвали бы социоцентризмом, то есть полным отвлечением от своего я в сторону общественности, общественной организованной деятельности, противовес эгоцентризму, присущему огромному количеству крупных и менее крупных научных и практических деятелей эксплуататорского периода истории. Не я, говорил всегда товарищ Ленин, рабочие массы, трудовые массы вместе со мной. Не я, а партия и я вместе с партией, вне коллектива, вне общества. товарищ Ленин себя не мыслил. Он организует партию, готовит массовое восстание, прислушивается самым чутким, трепетным образом к подспудному голосу рабочих масс, голосу истинной сущности которого, кроме него никто из современных социалистов так уловить и не мог. Этому социоцентризму, служению обществу, человечеству, пролетариату, партии соответствовала доброта, ласковость, деликатность, чуткость товарища Ленина в отношении ко всем его округающим, классовая доброта революционного диктатора. Только блестяще организованная, идеально синтезированная, социоцентрическая натура способна на подобное воплощение в себе черт холодного интеллектуального анализа, беспощадного политического руководства и естественно добрых человеческих ласковых проявлений. Наконец, завершающим моментом, характеризующим индивидуальность товарища Ленина, является необычайный стенизм, необычайно подъемный, положительный, радостный фон его нервно-психических процессов. Знаем же мы больших политических вождей и государственных строителей трагического типа. Кромвель, болезненно возбужденного типа, Наполеон Первый, Петр, но радостно счастливых людей всегда в ударе, хорошо настроенных так, как это присуще было независимо от внешней обстановки товарищу Ленину. Подобного стенического фона психики при всей колоссальной насыщенности ее ответственнейшей, сложнейшей деловой нагрузки подобного примера мы не знаем. Но это естественно, так как товарищ Ленин был чрезвычайным историческим удачником. Его богатства попали в самую чувствительную и в самую нужную точку наиболее интересной, наиболее радующей эпохи в истории человечества. За иллюстрирующими примерами для обоснования приведенной характеристики конечно ходить далеко не придется. Вся биография Ленина, строительство коммунистической партии, искра, борьба с экономизмом и ликвидаторством, подготовка вооруженного восстания, философские его работы, идея советов, смычка с крестьянством, вся тактика 1917 года, Брест, дискуссия о профсоюзах, новая экономическая политика, ориентация на колониальные народы, международная коммунистическая революционная тактика, внутрироссийские административные реформы, все это достаточно известный материал, который повторять здесь нет нужды. Подобные вожди считают своих последователей миллионами и миллиардами, а не сотнями и не тысячами. подобные личности должны сами все проверять, никому не доверяя того, что обостренно ясно только им. Подобные индивидуальности не отступят от основной линии своих исканий и в жесточайшей полемике не обороняются, а нападают, ибо они вооружены лучше какого быта ни было противника. Определив сразу все перспективы дальнейших боев в 1917 году, товарищ Ленин все же не зарывается и требует терпеливой постепенной детальной подготовки массы. Во всех мелочах этой подготовки непрерывно неотступно участвует он сам. Не внешний выиграх нужен, говорит он, а выиграх по существу. Необходимо искусство маневрирования, выжидания и отступления, но с непрерывным подчинением всех частностей единому принципиальному целому. И так далее, и так далее. Этих примеров колоссальной организованности, неисчерпываемого синтеза мы знаем слишком много, чтобы была особая нужда подобно воспроизводить подробно воспроизводить их здесь. Товарищ Ленин, являясь по врожденным своим свойствам, необычайно богато одаренной организацией, в то же время всей суммой своих качеств представляет собой порождение наиболее напряженной революционной эпохи, в наиболее сдавленной реакционной властью стране. Отсюда и накопление им колоссального энергетического фонда. Гиперконденсация этого фонда «Сверхдинамизм. Могучая боевая целеустремленность». Товарищ Ленин представляет собой одновременно порождение крепнущего, развивающегося международного рабочего класса. Отсюда воплощение в нем максимальной организованности наилучших синтетических способностей, сверхчуткого реализма, углубленного развития исследовательского рефлекса. Этими свойствами наградил своего вождя, идущий к власти молодой, организованный, реалистически настроенный, пионерствующий пролетариат. Революционная же современность, идущий к победе рабочий класс, наделили своего вождя и такими свойствами, которые характеризуют все человечество. Быть может, в далеком лишь будущем необычайная радостность победителя, стенизм, необычайная этическая сосредоточенность, доброта, социоцентризм. Товарищ Ленин другими словами представляет собой идеальный тип пролетарского революционера, идеальный тип коммуниста. Этот тип уже зарождается, уже вырабатывается в невыразимо тяжелых условиях современной революционной борьбы пролетариата. В законченном виде мы его еще нигде не встречаем. Однако, товарищ Ленин опередил в этом вопросе историю. Он является собой идеального предтечу коммунистического типа. Он является первым показательным примером олицетворением этого идеального типа. вот